покажу у нас есть такие стикерочки которые мы клеим везде где мы бываем вот он джонни зигер он тура вот смотрите это самая избушка это самая гора можно вот так подставить так наверно да вот вот пожалуйста доброе утро ночью был такой адский ливень гроза такая я думал что уже нас смоет нахрен со всей нашей базы сейчас вышел вот 6 утра вышел специально посмотреть что же на улице а на улице просто сырая травка и как ни в чем не бывало как будто бы и не было такого сильного дождя и а а и и а а а а а а а и а а и а а теперь еще последнее что вкуснейший чай каждый скажет одно приятное слово же хорошо то что очень долго будет одно слово то что нужно и первый на сцену выходит савченко евгений спасибо как нормально идется только только что очень долго решили вечерком прогуляться наверх натисовец поход за красивыми картинками вот примерно за такими классно да начинается дождь до лагеря нам идти где-то семь с половиной километров мы с детьми целая старого детей и вот мы думаем накроет нас дождь или нет пока капает не сильно но в карпатах все бывает и может ливануть так то что через пару минут уже будем все мокрые так тут круто вообще просто блин даже несмотря на то что идет мелкий дождь воздух такой совсем какой-то другой влажный аж голова кружится очень круто очень круто красиво просто с ума с этим класс дождик все-таки сильно не пошел был не очень большой он даже такой кайфовый и в итоге мы прошли 10 километров сейчас вот еще полторашечку дадим будет ровно 10 хороший такой так сказать как сказать хорошая прогулка перед ужином а привет друзья вот мы поднялись на подъемнике на гору который называется захар беркут тут очень крутой вид сейчас покажу вам особо говорить ты не нечего тут тут все надо смотреть тут много велосипедистов какой-то проходит велофестиваль и они съезжают с этой горы на байках вниз смотрите как круто еще тучи такие вообще просто я еще по этому случаю дел себе футболку компании свастон с карпатами чтобы полностью соответствовать привет привет спускаемся с женей с горы спускаемся на канатной дороге по этой дороге вот подъем длился 40 минут спуск я не знаю но говорят вроде столько же как бы но в принципе да они же едут одинаково но и мы же едем точно так же как они поднимаются короче 40 минут дороги вот идет маленький дождь дождь зашел с той стороны и с той стороны и мы получается между двумя большими тучами на нас капает но нам в кайф даже не привет меня зовут либо мир борода это мой канал на своем канале я рассказываю о о своей жизни о паракорде о путешествиях по украине и различном активном отдыхе также знакомлю вас со своими приятелями друзьями их увлечениями со своей дочкой евгении всем привет подписывайтесь на канал ставьте лайки делайте репосты в социальные сети и обязательно нажимайте на колокольчик была банда туристов они в общем решили проехать на канатной дорожке до дома постоянно разговаривали люди было очень шумно а потом определенный момент просто все останавливается и канатная дорожка тоже останавливается они были очень высоко и не знали как оттуда вылезти короче и потом в один и тот же момент как они думали у них просто на кусочки развалилась их как она там называется кабинка взяла я на кусочки она развалилась они упали в лес в лужи в лесу водились дикие звери их там было 20 человек все поворачиваются говорят нам у туристу можешь подать пожалуйста веревку они оборачиваются там лежит труп туристки и вот так вот и сначала осталось восемнадцать потом шестнадцать потом тогда десяти когда осталось здесь и все плакали один дядя из этой компании повернулся хотел сказать а может кто-то мне дать платок оборачивается а там уже никого нет лежит только кровь и трупы приехали в какой-то веревочный парк большой кучи разных трасс уровней ребят что-то я очкую короче нихрена у меня не получилось я сошел с половины трассы даже наверное раньше руки вален стали неметь просто узнаете кисти отнимаются с непривычки и это завис вот и не туда не сюда уже все и чудо так ослаб короче нихрена я не спортсмен и не веревка лаз пиздец надо снимать я не могу доброе утро друзья вот такой вот у нас утро в карпатах база наши все спят еще почти видите как круто все в тумань красота да отлично а а а а а а не сидится нам стане на базе мы решили немножко покататься по окрестностям вот увидели старый такой магазинчик и решили в него зайти внутри ничего интересного нет а вон смотрите промтовары вот такие мурчик пройдет в доме думайте яйка же я попаду здесь такой классный в облик как заехали ищем гору на которой расположен мемориал сечевым стрельцам вот маковка называется один раз заехали из какого-то хутора там нельзя было проехать на машине надо было идти пешком решили объехать с другой стороны вот и ехали ехали свернули чтобы сократить и заехали тут скорее всего мы уже не проедем сейчас будем выбираться выезжаем лозунг сегодняшней поездки девиз зато красиво четвертая попытка попасть на маковку первый раз заехали там надо было идти пешком поехали в объезд заехали в тупик где не проезжает наша машина развернулись нашли дорогу уже нашли мемориальную плиту там стоит шлагбаум и опять же надо идти пешком сейчас едем четвертая попытка у нас попробуем по навигатору доехать вроде показывает что автомобильные маршруты можем попасть короче с этой стороны местные жители говорят что у нас тоже ничего не получится надо только идти пешком времени сегодня у нас уже нет чтобы подниматься пешком если мы еще разочек попробуем сюда выбраться то поднимемся обязательно покажем но зато пока мы катались мы посмотрели много красивейших мест вот как вот такие например это ж круто и вот например сейчас вам покажу кое-что еще просто блин офигеть хоть на открытку тот случай когда ты приехал отдохнуть в карпаты насладиться тишиной а тебя преследуют black металлисты вот сейчас например играет польский коллектив под названием хорна отсюда конечно не очень хорошо это все видно но очень хорошо слышно охрененный город у меня прям такой неподдельный восторг как до просящего диска так мне здесь нравится